Свежий ветерок, пытаясь найти для себя подходящее занятие, чтобы не умереть со скуки, шелестел кронами деревьев, догонял тучи песка по дорожкам. Вот только покойникам на небольшом загородном кладбище было уже не до игр, как, впрочем, и тем редким посетителям могил, которые пришли вспомнить некогда близких и родных людей. Таким гостем кладбища был и невысокого роста, с седыми уже висками, мужчина, который, разглядывая надгробие, неспешно шел по одной из дорожек. С болью в сердце хирург-вдовец замечал, что некоторые из могил давно уже заброшены, даже те, на табличках которых значились относительно свежие даты захоронения. По всей видимости, не всем живым нужно помнить о покойниках и о том, сколько доброго и хорошего сделали те за свою жизнь. Седым не от возраста был доктор, ведь всего 40 ему было, и на светлых, льняного цвета волосах до определенных событий совсем не было заметно тоскливого цвета старости. Все дело было в том, что поначалу сам он тяжело заболел, неожиданно свалило крепкого мужчину болезнь, да так, что загремел он на больничную койку на несколько месяцев. Но все это настоящим пустяком было по сравнению с трагедией, которая произошла позже. Он находился в клинике, борясь с недугом. Для его лечения требовались очень дорогие лекарства, а денег у них с супругой не было. Хоть и был Сергей первоклассным хирургом, однако за свою карьеру разбогатеть на больничную зарплату не смог. Можно было, конечно, применить и более простой способ заработка в виде подношения от благодарных пациентов, операцию, например, вне очереди провести, оказывать более пристальный уход и так далее, но не считал нужным доктор так сильно опускаться. Честным и невероятно порядочным он был человеком, и все пациенты были для него равны. Не делал он никакой разницы между пенсионеркой с аппендицитом и богачом с мозолью на пятке. Наверное, поэтому последние к нему особо и не обращались, предпочитая пусть и менее квалифицированных, но зато гораздо более лояльных к ним специалистов. Впрочем, подобный расклад вполне устраивал доктора. Не очень-то и хотелось ему иметь дело с зарвавшимися новоришами, в отличие от, например, его друга детства и по совместительству заведующего отделением гнойной хирургии Аркадия. У того-то глаз был наметан. Моментально определял он наличие толстого кошелька у пациента и сразу же подбегал к койке богача, предлагая различный спектр дополнительных услуг. Конечно же, за небольшую или большую, это уж как договаривался доктор с пациентом в дальнем углу коридора, где в основном и передавались хрустящие новенькие банкноты, которые Аркаша с удовольствием перекладывал в свой глубокий карман белоснежного халата. Конечно, противно было для Сергея, что так низко падал его приятель, ведь давал он клятву Гиппократа, обещал одинаково относиться ко всем клиентам, а тут целые поборы организовал в отделении. На претензии же друга мужчина отвечал просто. Серега, ты отстал от жизни. Пойми, наконец, мы живем в прогрессивный век, и индустриализация раздавит тебя, если ты не будешь шагать с ней в ногу. То, что принимаю я благодарности, это так, всего лишь маленькая премия к зарплате. Да и то, благодарности в основном в виде шоколадок, сам ведь знаешь. При этом немного запнулся заведующий, так как врать другу ему приходилось не так часто, как, например, начальству. Взяточник умолчал, что обычно, если речь и шла о шоколадках, то скорее о целом вагоне таковых. Но так или иначе, жизнь в отделении шла своим чередом до болезни Сергея. Почти полгода провел он после нее в больнице, а на третьем месяце, видимо, не выдержав постоянных переживаний, до бессонных ночей подле его койки, это, наверное, единственное благо, коим доктор воспользовался благодаря своему положению. Неожиданно скончалась его супруга. При этом, даже на ее похоронах он не смог побывать, ввиду того, что берегли его здоровье, ведь от этой новости врачу могло стать хуже. Впрочем, даже если бы и узнала он о смерти Ларисы, то все равно даже с койки встать бы не смог в то время. Горькую новость поведали Сергею лишь после того, как ему стало лучше. А все благодаря заграничным дорогущим препаратам, деньги на которые перед самой смертью от сердечной недостаточности перечислила в больницу его супруга. Странным это было обстоятельством, ведь не было у семьи столь огромной суммы. Они жили скромно. Так и не узнал ее муж, откуда же взяла деньги Лара. Однако, был ей безумно благодарен. Сильнее жизни он любил жену. Более крепких и надежных отношений еще поискать было нужно. Еще со студенческой скамьи пара была вместе, пройдя в жизни много испытаний и разочарований, главным из которых было бесплодие женщины. Уж чего только не пробовала пара. Какое лечение не проходило Ларисы. И медикаментозное. И даже в китайский монастырь ездила бедняжка, где прошла курс лечения от тибетских монахов травами до молитвами. Все тщетно было. А может оно и к лучшему. Если бы сейчас у нас были дети, то какую страшную боль от утраты матери они бы испытали. А тут еще и я в больнице был. Кто бы за ними приглядывал? Забрали бы поди в детский приют. А это страшный удар. Ведь я и сам через это прошел. И Лариса. Сироты мы никому не нужные. Встали вот сами на ноги. А что теперь толку? Размышлял про себя Сергей с наворачивающимися на глаза слезами, продолжая путь к самой окраине кладбища, на котором была могила его супруга. Она располагалась рядом с его бабушкой, которая так и не смогла поднять внука в одиночку после гибели его родителей. Хорошо, еще друг у него хотя бы остался. С Аркадием они все-таки знакомы с детства, задолго до того, как он попал в детский дом. Вот и сегодня. Встретив его в коридоре, Аркадий похлопал приятеля по плечу и, глядя в глаза, сказал. Здоров, Сережка. Че смурной такой? Так всех пациентов распугаешь у нас. Сам ведь знаешь, Аркаш, что без Лары мне и свет белый не мил. Что толку, что меня вылечили? Пусть бы лучше помер я. Ты хотя бы был бы сейчас вместе с женой на небесах. А так, маясь один на этом свете. Спасибо, хоть ты меня поддерживаешь. На то ведь друзья и существуют, ответил заведующий отделением, как-то криво усмехнувшись после некоторой паузы. Пойду вот сейчас на кладбище схожу. Поговорю с женой и бабушкой. Так я нахожу хоть малейшее успокоение, когда они слышат меня. А, ну давай. Только смотри, не пропишись там окончательно. Ты мне еще пока нужен в отделении. Без твоих рук мы не справимся. А лучше послушай совет. Забудь ты все, как страшный сон. Что было, то прошло. Время лечит. Найдешь скоро другую женщину. Вон, погляди, сколько у нас в больнице симпатичных медсестер. Посоветовал другу Аркадий. Медсестер симпатичных. Нужны они мне, если я люблю Ларису. Ну и пусть ее рядом нет со мной. Но душой-то мы всегда вместе. Подумал Сергей, уже почти добравшись до могилы. А в это самое время, в той самой части кладбища, на которой он держал путь, на последних усыпальницах людей орудовала семейная пара бездомных. Попрошайки, которые решили поправить финансовое положение гораздо более простым способом. Ведь накануне был большой церковный праздник. И многие люди навещали на кладбище своих родственников, при этом, конечно, не с пустыми руками. Каждый оставлял лун от гробия, кто конфеты, кто яйца вареные, а кто и стопочку наливал. В общем, для Веры и Антона это был настоящий клондайк. Потому, проспавшись после ночных возлияний, отправились по прошайке прямиком на кладбище. Уж там точно можно будет рассчитывать на продолжение банкета. Парочка взяла с собой и странную собаку с выкрашенным в розовый цвет хвостом. Что это была за порода, они и сами не знали. Но, судя по всему, дорогая. Потому, как увидели они песика, разгуливающего в одиночку по одному из коттеджных поселков, куда они приехали пару дней назад, чтобы исследовать для себя новое место работы на паперте. Да сразу и схватили его. На старом у пары случился небольшой конфликт с коллегами по работе, которые немного намяли им бока и заставили искать новое место. А в этих краях совсем недавно построили новую церковь. Да и люди там были зажиточные. Ну и кроме того, от их жилища старые лачуги в лесу. Им сюда было близко добираться. Поэтому, едва только увидев небольшую собачку, Вера тут же и запихала ее в свою огромную холщовую сумку, оглядевшись при этом по сторонам. Не заметил ли кто ее манипуляций? «Зачем она тебе? Только кормить теперь придется. Она поди еще и не ест ничего, кроме мраморной говядины». Важно, поковыряв в зубах грязным желтым ногтем, спросил женщину ее помятый спутник. «Ничего ты, Антоша, не понимаешь. Деньги я нам зарабатываю. Эта псина поди бешеные тысячи стоит. Продадим вот кому-нибудь, поживем хоть несколько дней, как люди». «Ага, смотри, чтобы только за крыжу не упекли нас на 15 суток. Будет нам потом райская жизнь на казенных харчах. А главное, без запотевшей пол-литровой». Сглотнув слюну, заметил Антон. Реализацией собаки сегодня же и собирались они заняться. Вот только здоровье перед этим было необходимо поправить. Двух неряха обходивших могилы, Сергей заметил, как только подошел к усыпальнице своих родственников. «Эй, вы что тут делаете?» – гаркнул на бродяг мужчина. «Да мы так к другу пришли проститься». Пролепетал в ответ Антон, пряча сзади бутылку со слитым горячительным, пережевывая при этом вареное яйцо, которое только что стащил с могилы какого-то полицейского полковника, нашедшего здесь последнее пристанище. «Ага, конечно, чешить-ка отсюда, пока полицию не вызвал», – сказал Сергей, но тут же замолчал, хотя хотел было поведать нищим лекцию о вреде зеленого змея. Мужчина увидел собаку, которая бегала рядом с ними среди могил. Доктор сразу же вспомнил о том, что его покойная супруга хотела именно такую, да так и не успели они ее купить, хоть и выбирали долгое время вместе. Помешала его болезнь. Нестерпимо захотелось купить эту собаку в память о жене. «Это ваш песик?» – окликнул он, уходящих уже было попрошаек. «А то чей же еще?» – бодро ответила в раз повеселевшая Вера. «Нашли ее еще щенком раненым и голодным, видно, выбросили ее хозяева, а ее вороны поклевали, выходили вот, выкормили. Да только, бедные мы люди, тяжело ухаживать за такой породистой собакой, вот и ищем ей добрые руки, совсем за небольшую цену». «Ага, а хвост, смотрю, сами ей выкрасили», рассмеялся доктор, не веря ни единому слову. «Но все же, будь что будет, во всяком случае, оставлять собаку у бродяг тоже не дело, а то еще утопят те, поди ее, если не продадут». Сговорились покупатели-продавец на немалую сумму, но без сожаления выложил мужчина деньги, ведь это для него была память о жене, тем более, так знаменательно это было, что именно у ее могилы и приобрел он собаку. С радостью бездомные избавились от песика и даже не попрощавшись, со всех ног бросились поскорее в магазин в нужный отдел с напитками. «Смотри, Ларис, какая чудесная собачка, ты ведь мечтала о такой», сказал мужчина, обращаясь к могиле супруги. До самой темноты провел на кладбище Сергей. Уже смеркалось, когда он вместе с Лесей, так он назвал собачку, пришел домой. Первым делом, ему, конечно же, хотелось отмыть нового друга. Жила-то она, судя по шерсти, в ужасно грязном месте. Все в копоте от сжигаемых покрышек было животное. Когда же он снимал с собачки ошейник, то из него вдруг выпала какая-то бумажка, оказавшаяся запиской. Развернув ее, едва не обомлел мужчина, ведь там была еще и маленькая фотография. За несколько месяцев до этого, еще когда лежал Сергей в больнице при смерти, а врачи пытались спасти его отечественными лекарствами, буквально рвала на себе волосы от собственного бессилия его супруга. Куда только женщина не обращалась за помощью, везде ей был отворот-поворот. Уж сколько жизней спас ее муж и не перечесть. А как оказалось его собственное под ударом, так добрых людей и след простыл. Курс лечения стоил просто баснословных денег. Все семейные сбережения потратила Лариса, а купить удалось лишь одну дозу. Женщина была в отчаянии, но однажды у двери их с мужем крошечной квартирки раздался звонок. Открыв дверь на пороге, Лара увидела Аркадия. Ее даже передернуло от начальника мужа, ведь тот очень давно, еще до их встречи с Сергеем, добивался ее в университете. Грязно добивался, не чураясь никаких способов и даже угрожая. На силу ей удалось отбиться от навязчивого ухажера. А тут, спустя годы, при живом супруге, он вновь начал оказывать ей знаки внимания. Они случайно встретились у входа в больницу, когда она пришла увидеться с Сережей. Не стало ничего рассказывать мужу о том, кем же на самом деле является его друг, не желая портить их многолетнюю дружбу. Тем более, ничего особенного и не делал с тех пор Аркадий, если не считать, что присылал ей иногда сообщение в мессенджер с предложением тайно встретиться. Конечно же, она всегда отвергала подобной гнусности, а сообщение удаляла от греха подальше. Теперь же с каким-то надменным и напыщенным видом Аркадий явился в ее дом. А глядев его, не спрашивая разрешения, мужчина вошел в прихожую, где, развалившись на кресле, начал беседу. Да, смотрю, совсем не богато вы живете. Оно и не удивительно, что нет у вас денег на лечение. А ты понимаешь, что без лекарств твоему сережки крышка и пары месяцев не протянет. А ведь я мог бы помочь и полностью оплатить лечение. Но за это ты должна будешь жить со мной, навсегда исчезнув для своего суженого. От этого предложения несчастная женщина едва не потеряла сознание. Она не верила своим ушам, что подобное может предложить лучший друг ее мужа. Долго еще Аркаша рассуждала о прелестях жизни с ним, но ничего не слышала Лариса. В этот момент ее мозг лихорадочно искал выход из ситуации, но ничего иного, кроме как согласиться на мерзкое предложение начальника, она не смогла придумать. Ну, ты согласна? Иначе сдохнет твой суженый, как последняя собака. Да, чуть слышным был ответ женщины. С тех пор для Лары началась новая жизнь, и жизнь эта была настоящим кошмаром. Но не думала о себе бедняжка, радовала женщину то, что тем самым смогла она помочь мужу. Чтобы она не сбежала, Аркадий запирал ее в подвале своего дома, выпуская лишь только тогда, когда сам был дома, а вскоре и вовсе ошарашил, вернувшись однажды домой. А ты знаешь, что ты умерла? Весело засмеялся мужчина, глядя на пораженную женщину. Все просто, милая. Я твоему мужу сказал, что концы ты отдала, пока он лечился. А все это благодаря моим связям. Сумел я и справочки нужные предоставить, и даже свидетельство о смерти. Но уж могилу вырыть и вовсе труда не составило. Памятник тебе, кстати, воздвиг потрясающий. Так что, теперь ты только моя. Нет тебя на белом свете. Так что, прекрати брыкаться, когда я хочу тебя поцеловать. Лариса поняла, что теперь для нее действительно конец. Но тут-то ей и пришла идея попросить у негодяя собаку в подарок. Ведь окно подвала открывалось, но на нем была решетка, через которую смог бы пролезть песик, но не она. Окно выходило на пустырь, за которым сразу начинался лес. Далеко стоял дом взяточника от других, поэтому кричать было бесполезно. Она давно уже пыталась это сделать, но безуспешно. Ладно, будет у тебя пес, но и ты будь благодарной девочкой, пообещал ей Аркадий. И слово сдержал. Перед дежурством в больнице и привез он собачку. Едва только он уехал, как и выпустила на волю своего питомца Лариса, положив тому подошейник записку с просьбой о помощи и свою фотографию. Вот только предположить не могла, что попадет она прямиком в руки ее мужа. Первым делом тот побежал в дом друга, в который его в последнее время отчего-то не приглашали. Выбив дверь вместе с полицией, он обнаружил запертую в подвале супругу. Сергей хотел было мщаться и в больницу, чтобы спустить с лестницы негодяя, но удержала его от этого безумного поступка Лара. Она крепко обняла мужа, сказав со слезами на глазах, «Теперь все будет хорошо, мы всегда будем вместе, прости, что предала тебе». «Вот ведь глупышка, ты спасла меня, я тебя люблю». Прошел год, Аркадий отбывал длительное наказание в колонии не только за похищение и шантаж, но и за взятки. Все было хорошо у Сергея и Ларисы, а отныне даже грустные воспоминания на корню уничтожались счастьем в доме, ведь в нем появилась не только Леси, но и малыш. Настоящее чудо случилось, ведь наконец смогла Лара забеременеть. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх, а чтобы узнавать о выходе новых интересных историй, при подписке нажмите колокольчик. Всего вам доброго!